Мы сейчас готовим для всех людей, которые в этом нуждаются, наш национальный суп чорба. Также будет картошка фри с лавашем и напитки наши – айран и лимонад. Из Турции Месют вместе с ещё двумя поварами приехали почти сразу после того, как началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Сначала готовили и раздавали еду на Украино-Молдавской границе, когда в начале войны там образовалась очередь. «Я всегда рад помочь людям. Это моя миссия. Мы всегда готовы приехать куда угодно и, по крайней мере, обеспечить людей вкусной едой». Каждое утро повара разворачивают полевую кухню возле здания, где временно приютили переселенцев, вынужденных покинуть свой дом из-за обстрелов. Елена вместе с внучкой приехала из Киева во Львов три недели назад. Женщина говорит, такая помощь сейчас очень важна. «Прекрасно. Суп просто. У меня внучка как раз в Стамбуле была незадолго до этого. Приехала, попробовала, говорит, это, говорит, то, что, говорит, в Стамбуле делают. Очень вкусно, очень хорошо. Пока сейчас здесь, да. Ждем, ждем домой, когда ехать. Уже просто нет сил. Домой хочу». Мобильную кухню во Львове установили по инициативе Офиса по ликвидации последствий катастроф и чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции. Такая большая полевая кухня может в течение дня обеспечить питанием почти 10 тысяч человек. «Наша цель – активизировать помощь для людей, живущих в Украине. Это гуманитарная миссия. Афад не только работает в чрезвычайных ситуациях, но также принимает меры по гуманитарным вопросам. Это четвертый день, как мы находимся во Львове. Мы готовим горячую еду и раздаем всем людям, которые здесь живут, которые в этом нуждаются». Эта полевая кухня будет перемещаться от одного центра размещения вынужденных переселенцев к другому. Также организация «Афад» передавала Украине 45 грузовиков медицинской помощи. С начала полномасштабной агрессии России против Украины в Турцию уже прибыло 58 тысяч украинцев. Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львова. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.